Добрались до картошки. Раз-два взяли. Промываем, будь то золото. Видео семьи Щелчковых в соцсетях набирает тысячи просмотров и множество комментариев. А сама Виктория Владимировна тем временем хватается за голову. Вот это у нас вот такая вот болотина теперь. Венеция, как у меня подруга называет, в огороде. Вот тут у меня ягоды жалко. Все ягоды плавают. Нынче новых кустов насадила. Тут лук. Капуста вот еще не убрана. Сейчас попытаюсь убрать, если дойду. Вот так вот и собирают урожай жители подтопленных домов Первомайки, расположенных напротив стройплощадки нового стадиона. Женщина до сих пор не может оправиться от случившегося. Бесконечные проливные дожди добавляют проблем. Вот у нас тут воду продавило. Уже через землю и без сапог в дом не войти. Вода до крыльца стоит. Сама Виктория Владимировна не отрицает, что подтопление случается каждое дождливое лето. Но сейчас оно усугубилось из-за строительства стадиона. Он нам, конечно, нужен. Все понимаем. Но, видимо, коммунальные службы работают несовместно со строителями. И не доделан водоотвод, как полагается. И поэтому у нас подтапливает. Вчера было вообще очень сильное подтопление. Сегодня еще более-менее. Канава, которая у нас отводная прокопана, мы ее ходили, прочищали. Если где-то вдруг засоры. С Мичуринских, если там вдруг мусор выбросят, мы ходим, смотрим, прочищаем. А как? Только единственное водоотведение. А откачивать нам просто некуда. Даже машину, если вызвать, откачать, она, да, все равно, она тут же обратно вся соберется. Между тем, у строителей свой взгляд на эту ситуацию. Дома стоят на месте осушенных болот в низине с более чем метровым перепадом высоты от линии школы. Водоотвод мы делаем. Сделали и раньше. Но последний ливень он буквально затопил. А мы это не ликвидируем. Пока ЖКХ и иже стоящие выше организации не организуют сток воды ниже нашей стройки. Все зависит от них. Что от нас зависит, мы сделали. К решению проблемы уже подключилось управление городского хозяйства. В первую очередь необходимо прочистить канаву, из-за которой и произошел подпор воды. Работа обещает провести максимально короткие сроки. Мы будем следить за развитием ситуации.